Здравствуйте! В прямом эфире православная энциклопедия. На предстоящей неделе Россия отмечает государственный праздник – День Семьи, Любви и Верности. День святых князей Петра и Февронии – покровителей семейной жизни. Мы не раз говорили о семейных радостях и заботах, и сегодня снова хотим вернуться к этой теме. Как сохранить семью? В чем смысл семейной жизни? Кто в семье главный? Об этом и многом другом мы будем говорить с нашим гостем, священником Игорем Фоминым. Вы можете принять участие в нашей беседе. Телефоны прямого эфира 789-3030, 786-46-67. Мы проводим и интерактивный опрос «Кто в семье главный?». Если вы считаете, что глава семьи – это тот, кто материально обеспечивает семью, наберите 995-81-11. Если вы думаете, что глава семьи – это тот, кто создает ее духовную атмосферу, наберите 995-81-12. А пока вы готовитесь к беседе – новости церковной жизни. 8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии, святейший патриарх Кирилл совершит визит в Муром. Гробница с мощами святых супругов находится в древней троицкой обители Мурома. Не счесть случая в благодатной помощи святых Петра и Февронии тем, кто мечтает о семейном и родительском счастье. «У меня один такой случай есть, женщина стоит и не подходит к мощам, ей, ну как же, надо же подойти, все, уже автобус приложился, все, она стоит, уже все приложились, уже сестры даже, говорят, пока открыта мощь, приложитесь, попросите, что вам нужно, опросимая. Нет, нет, я, говорит, так постою, а что же, ну, почему же, да, говорит, вы знаете, я, говорит, приложилась один раз, у меня так долго не было детей, я, говорит, приложилась, сразу тройню родила». Житие Петра и Февронии – яркий пример семейной жизни в Боге. Знакомство их произошло, когда мудрая дева Феврония излечила князя от тяжелой болезни, и Петр сочетался с ней браком. Но муромская знать не захотела иметь княгиню из простого звания и потребовала от Февронии удалиться из города. Поставив супружескую верность выше княжения, Петр вместе с Февронией уплыл по оке из города. Не найдя достойного правителя, муромские бояре стали просить Петра и Февронию вернуться в город. Правление их было справедливым. Незадолго до своей кончины Петр и Феврония приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросинья. Люди, естественно, не исполнили завет Петра и Февронии, разнесли их по разным гробам. Все. Но что же случилось наутро? Наутро ни княгиня, ни князень оказалось в тех гробах, где они были положены. Когда стали искать или кто украл тело, тем более князь, это же свои почести, свой чин, то нашли их, и Петра и Феврония нашли в той гробнице, которую они для себя велели еще при жизни сделать. Люди так возмутились, что за злая шутка, снова разнесли по разным гробам, по разным храмам, по разным монастырям. Но наутро следующего дня Петр и Феврония оказались снова в той гробнице, которая была создана именно для них. И не стали уже люди испытывать, так сказать, волю Божию, гневить Бога. Они просто смирились и именно вот так вот оставили Петра и Февронии. Напоминаю, что сегодня мы говорим о семье. Вы можете принять участие в нашей беседе. Телефоны прямого эфира 789 3030 и 786 4667. Мы проводим и интерактивный опрос. Кто в семье главный? Если вы считаете, что глава семьи – это тот, кто материально обеспечивает семью, наберите 995 81 11. Если вы думаете, что глава семьи – это тот, кто создает ее духовную атмосферу, наберите 995 81 12. Так какая она? Настоящая христианская семья. История семьи священника Глеба Калиды подобна захватывающему роману. Но только все в этой книге жизни – правда. Глеб и Лида познакомились в детстве. И перед тем, как вырастив большую любовь, их дружба прошла горнила сталинских репрессий и военного лихолетия. Духовным отцом Глеба был папа Лиды, священномученик Владимир Амбарцумов. Дедушка мой, священномученик Владимир, мамин папа, очень любил свою супругу. И когда у нее спросили, скажите, пожалуйста, когда вы свою большую жену любили, когда она была вашей невестой или когда она стала вашей женой, он сказал, что он очень любил свою супругу, когда она была невестой. Но когда она стала его женой, то он просто не знает, где кончается она и где начинается он. И вот я думаю, что вот эти слова, они точно так же, в общем-то, относились к моим родителям. Что действительно было такое единое целое. Наверное, было трудно сказать, где кончается папа и где начинается мама. В послевоенные голодные годы у молодых супругов не было ни жилья, ни денег. И даже свадебное путешествие они провели в экспедиции в Средней Азии, где будущий профессор геологии писал свою диссертацию. Рождались дети, и казалось, что быт не наладится никогда. Но все обустраивалось, и на все находилось время. Мы всегда знали о том, что если есть какие-то проблемы, еще что-то, у папы будет время для того, чтобы эти проблемы с нами решить. И более того, мы всегда знали о том, что будут какие-то поездки вместе с ним, будет какой-то вечер, который мы просто вместе с ним проведем, что он нам когда-то почитает какую-то книгу. Папа очень любил стихи читать. Кто-то подошел, спросил, и вот, как вы воспитываете детей, что у вас основополагающее? На что папа сказал, говорит, первое, учим детей любить Бога и себя, то есть себя родителей. Владыка Иоанн Вендланд, митрополит Ярославский-Ростовский, предложил папе рукой положиться тайно, и у мамы спросил согласие. И мама не раздумывая сказала да. Хотя, конечно, в те годы мама прекрасно понимала, на что она идет. И мама прекрасно понимала, что в любой момент она может одна остаться с нами. И что в любой момент за папой могут прийти, папу могут забрать, или психушку посадить, или в тюрьму посадить, или еще что-то такое, или лишить родительских прав, и что она с нами одна останется. Но однако же мама как бы не поколебалась ни на минуту. После кончины отца Глеба Лидия Владимировна переехала к дочери в московский Зачатьевский монастырь. Она приняла постриг и стала монахиней Георгией. В честь преподобной исповедника Георгия Лаврова, с которым в детстве была знакома. Она почила три недели назад, но, как все светлые души, не оставила семью, а незримо осталась рядом, как прежде, поддерживая и укрепляя близких. Напоминаю о том, что сегодня в прямом эфире мы говорим о семье. Вы можете принять участие в интерактивном опросе, а также задать свои вопросы нашему гостю. Номера телефонов в студии 789-3030 и 786-4667. Наш гость – священник Игорь Фомин. Здравствуйте, отец Игорь. Здравствуйте. Скажите, вот по-вашему, в чем смысл семейной жизни? – Смысл семейной жизни – спасение, естественно, то есть в обожине. Человек был создан для сорадования с Богом. Но так как мы приближаемся к Богу, мы, значит, должны иметь возможность сорадоваться с кем-то, хотя бы попробовать здесь на земле. И это возможно только в семье. – Именно радости? – Да. – То есть семья невозможна без радости? – Вы знаете, здесь даже радость не своя, а чужая. Вот это, мне кажется, очень важно осознавать, потому что не ты тогда переделываешь другого человека под свою радость, а ты подстраиваешься под радость другого человека. – Ну, вот, знаете, привычно слышать, когда вот в современном мире говорят о семье, говорят, семейный крест, надо нести свой крест в семейной жизни. А вы говорите о радости. Вот крест и радость, как они сочетаются здесь? – Ну, очень замечательно. Без какого-либо труда, мы даже помним такую поговорку замечательную, что рыбку не вынешь из пруда. И здесь несение креста – это действительно труд, труд семейной жизни. Всегда несение креста, оно увенчается радостью. Всегда. Но если ты не приложишь никакого труда, извините, тогда о каких итогах можно говорить? – Вы говорите о труде в семейной жизни. – Да. Вот труд воспринимается как некая повинность, труд воспринимается как некая обязанность, как некое необходимое. Вот что вы понимаете по словам «труд» именно в семейной жизни? Что там за труд? Ну, я понимаю, трудится отец, он идет на работу, он зарабатывает деньги, он приносит семью зарплату, покупает и обеспечивает семью. Трудится жена, она там стирает белье, там ухаживает за детьми, там еще что-то. Вот это труд. Этот ли труд вы имеете в виду? – Нет, вы знаете, к сожалению, нет, хотя это тоже я признаю как за труд, и сам от него устаю, и вижу, как и матушка от него устает, и вижу, как переживают нам дети, когда мы действительно уставшие. Но труд совсем другой. Труд именно нравственно-духовный. Труд воспитания детей. Есть очень замечательная поговорка, что если отец не станет Богом, то Бог никогда не станет отцом. – Для детей, да? – Да, да. Ведь это же очень важно, чтобы Бог был, это не грозный какой-то правитель, который там мечет молнией и бьет во что-то на небе, да, что гром появляется. Очень важно, чтобы человек ощущал Бога, как именно любящего, заботящегося о нем отца. – Что значит отец, пока отец не станет Богом? Что вы вкладываете в это? – Отношение ребенка к отцу. – А отца к ребенку. – Да, а отца к ребенку именно на том уровне, как Бог относится к нам. Ну вот нам, взрослым, это легко понять, на самом деле, я имею в виду верующей аудитории, верующим христианам, как Господь заботится о человеке. Ведь каждое проявление здесь, на земле Бога, оно носит определенный, ну такой охранительный, наверное, заботливый характер, особенность по отношению, точнее, во взаимоотношениях со взрослым человеком. А ребенку, как это понять? – Вы знаете, есть дети, которые просто души не чают своих родителей. Вот они начинают соприкасаться с Богом. Ребенка не обманешь. Ты не можешь, скажем так, внешне его любить, а внутренне говорить, ну когда я уйду на работу, чтобы там поспать, лбом на столе, или еще что-то такое. Нет, ребенка не обманешь. Если ребенок любит отца, любит там мать, это искреннее отношение родителя к ребенку. – Уз патриархального ремена было понятно, глава семьи, главный в семье, это тот, кто там убивает дичь, приносит домой продукты, кормит семью и составляет ее материальный достаток. Вот сегодня совершенно изменились времена. Вот сейчас зачастую женщина становится главой семьи, потому что она берет на себя и главную ответственность в семье, и действительно обеспечивает и материально, и заботится о семье. Мужчины часто уходят на задний план. Как вот вы к этому относитесь, что женщина бывает главой семьи? – Это, естественно, я отношусь к этому отрицательно, но, простите меня, какая-то часть нашей аудитории, я считаю, что это последствия советского времени, когда полностью убивалось воспитание, мужское воспитание в ребенке, в будущих отцах. Мы в школе видели учителей в основном женщины, в детских садах в основном женщины, и сейчас вообще пошла тенденция, руководителями становятся женщин плохо, это ли хорошо, ну, не мне, наверное, в общем-то, об этом говорить, но последствия есть. Такие женоподобные мужчины, которые совершенно не берут на себя ответственность, а глава в семье именно тот, кто берет на себя ответственность. На днях наша съемочная группа провела небольшой опрос на улицах Москвы. Мы спрашивали у прохожих, кто глава в вашей семье. Давайте посмотрим, что нам отвечали. Кто главный в семье, по-вашему? Я. А как это определяется? Ну, это я определяю. Я же главный. Нет такого понятия главный. Все главные. Бывают самые маленькие главные, бывают самые старшие главные. Я считаю, что оба родители, наверное, ответственность несут. И муж, и жена. У нас ни патриархат, ни матриархат. У нас, вы знаете, главный тот, кто все в основном приносит дом. На мне быть, на мне зарабатывание денег, на мне воспитание ребенка. Главный я, потому что она умнее меня. Поэтому она позволяет мне быть главным. В каждой семье нужен настоящий мужчина. У меня вот он есть. Он кормилец главный, он хозяин, он добытчик. Вот я на себя определяю, что я глава семьи, и внуки со мной живут, и я им помогаю. Мы стараемся помогать друг другу вместе делать. И когда готовим что-то, например, обед, и когда уборку делаем в доме, стараемся распределять. Да, я думаю, муж и жена одна страна, так что тут главный ответ. Теперь Фомин, звоните нам, номера телефона в студии 789-3030, 786-46-67. Мне наши редакторы передают, что у нас есть звонок. Давайте послушаем его. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Елена, 24 года. Живу в гражданском браке 5 лет. Уж, увы, не можем пожениться. Скажите, пожалуйста, если микроклимат в семье очень плохой, постоянные ссоры, как бы это все исправить? Я стараюсь, а мужчина как бы не идет. Но мы любим друг друга. Спасибо большое. Так, вот такой вопрос, отец Игорь. Вопрос очень распространенный на самом деле. На самом деле еще очень сложный, потому что наша зрительница сразу говорит о том, что, в общем, семьи как таковой, это, собственно говоря, у них и нет. Да, да, да. Каждый выбрал для себя очень удобную форму безответственности в взаимоотношениях, но в удовлетворении каких-то своих, может быть, страстей. Сегодня я пришел ночевать, завтра не пришел ночевать и так далее. Вот он, смысл гражданского брака. К сожалению, я вот не видел ни одного счастливого гражданского брака, который продлился лет 40, допустим. Такие семьи я видел. Я видел даже вот 70 лет, когда вместе живут совсем недавно, замечательную пару такую. А вот что в гражданском браке прожить, не видел. Что в этом случае делать? Вы знаете, церковь плохо относится к гражданскому браку. И называют его просто... Мы браком за это, это за брак не считаем церковью. Да, да, церковь просто четко говорит, что это блуд. Но любое преступление, любое нарушение заповеди, оно, скажем так, имеет и свои итоги. В общем, точно так же, как и соблюдение. То, что вы ссоритесь, это совершенно естественный итог вашего сожительства. Что вам делать? Разойтись или пожениться. Да, я думаю, что тоже был бы с вами совершенно согласен. Потому что если вы любите друг друга, как вы сейчас сказали, у вас один путь. Это путь в церковь, путь покаяния, путь молитвы и путь соединения и созидания. Конечно. Надо идти вперед. У нас есть еще звонок. Давайте послушаем его. Здравствуйте. Алло. Все. Не удалось. В тех семьях, где все-таки мужчина остается главным, в семье кто? Действительно берет на себя ответственность. Какова роль женщин, по-вашему? Помощница. Именно та роль, которую уготовил ей Господь при сотворении. Сотворил помощницу Адаму. И действительно она такой являлась. Помощница – это очень ответственный момент. Это очень сложный момент. Это иногда приходится на себя брать, ну, большую, наверное, часть каких-то духовно-нравственных, в общем-то, основ. Ну, то есть создавать духовную атмосферу? Это как раз один из вопросов. Один из вопросов, да. Кто главный, тот, кто создает духовную атмосферу, или тот, кто деньги приносит? Да, недаром же жена называется шеей. Куда она повернет, тогда голова и смотрит. И мудрая, вот как сегодня было сказано у нас в репортаже, мудрая жена навсегда дает возможность мужу главенствовать. Это действительно мудрая жена. Когда распадается семья, страдают обе стороны. Но самый тяжелый удар приходится по третий. Ребенок теряет папу, а иногда маму. А если детей двое, трое, четверо? Как сохранить себя, свою веру? Как воспитать детей, если распалась семья? Свой летний семейный лагерь прихожане московского храма Косьмы Дамиана на Моросейке в этот раз устроили неподалеку от подмосковного поселка Выжгород. Две недели взрослые дети будут отдыхать от московской пыли. В каком-то смысле, это и тусовка тоже, и выезд на природу, и пикник. Поэтому нас тут нету, мы не шагаем, строим, мы в щадящем более-менее режиме живем. Мы здесь вместе культурно отдыхаем. Вместе с другими прихожанами сюда приехала семья Насти Беликовой. У нее четверо детей, а мужа нет, он покинул их несколько лет назад. Настя работает в трех местах и при этом старается найти время и для детей. Для меня счастье, когда можно просто побыть дома, побыть дома мамой, домохозяйкой, не идти ни на какую работу, и не подходить все время к телефону, а просто помыть посуду, приготовить еду и выбраться. Иногда, конечно, очень тяжело, потому что очень хочется опереться. Хотя все равно Господь помогает. В любом случае, и в полной семье, все равно, по большому счету, человек нужен только Богу. Вот действительно, реально. И Господь все равно поможет, и больше не на кого опереться, кроме как на Господа, получается, по-любому. Дети Насти видят папу, он навещает их, общается, помогает материально. И пока они не задумываются о том, почему он живет отдельно. Папа ушел, и мы как бы сплотились. Я знаю семьи, где очень хорошие отношения у мамы с папой, там все замечательно, но у них с детьми сложнее. То есть у каждого получается свое, и, может быть, не стоит чего-то хотеть еще, а довольствия тем, что есть, потому что это уже много. Неполная семья, семья с какими-то такими ранами, она особо нуждается в непрекращающейся, постоянной и фаристической жизни. И тогда все это будет восполняться. Причем, вы понимаете, сейчас понятие неполной семьи, оно тоже очень размыто. Есть семьи, где муж и жена живут вместе. Но там, допустим, папа живет в отдельной комнате, у него свой холодильник, он живет абсолютно своей жизнью. Он вообще никак не участвует. То есть такой пассажир, понимаете, вот. И он не изменяет, нет. Он живет в семье. Но семьи все равно нет. Напоминаю о том, что сегодня в прямом эфире мы говорим о семье. Вы можете принять участие в интерактивном опросе. Наш гость – священник Игорь Фомин. Вот такая ситуация без отцовщины, она очень, к сожалению, характерна для нашего времени. А вот что может восполнить вот эту недостачу в семье? Что может сделать церковь? Воспитание в церкви, оно приводит именно к тому, что человек, вот, духовную атмосферу, о которой мы сегодня говорим всю передачу, или, по-другому, ответственность за семью, он ее обнаруживает в полной мере. Даже если происходят какие-то, может быть, у тебя сбои в твоем сердце, в твоем душе, я имею в виду именно в нравственно-духовном плане, то церковь, она корректирует духовник, участие в таинствах, молитва. Все это, священное писание, естественно, все это корректирует возможность распадения семьи. Нет, ну вот я говорю о том, что семья уже распалась, нет отца. И вот вы сказали слово «духовник». Мне кажется, вот здесь это очень важное слово было вам произнесено. Да, всю жизнь, в общем-то, история России знала духовников, которые действительно восполняли. Крестные, духовники, они восполняли именно вот эту утрату. Но полностью, вот пусть не оборщаются наши зрители, полностью никто не сможет заменить никакого родителя. Вот в большинстве случаев, когда какая-то трещина в семье, конечно, семью необходимо отстаивать, бороться за семью, идти, может быть, ну, самые-самые тяжелые, проходить пути, несение креста своего. А вот бывают такие случаи, когда вот, собственно говоря, уже и спасать-то нечего? Или всегда надо идти, все-таки, несмотря ни на что, семью хранить вот в любом случае? Нет, бывают случаи, батюшка. Мы с вами, как священники, стоящие на лове, где принимаем исповедь, мы иногда понимаем, что иногда, в общем-то, и спасать уже, на самом деле, нечего. То есть человек может умереть еще, будучи живым, духовно умереть. И иногда вот этот яд, духовный яд, он бывает страшнее. Ну, скажем так, отсутствие отца в семье бывает более благоприятным, чем, или родитель, чем его присутствие. Так что здесь нельзя подходить штампами. Сейчас у нас есть еще один звонок, как раз на эту тему. Давайте послушаем его. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Дело в том, что у меня муж ушел из семьи, вот, и девочка связалась с дурной компанией. Теперь она хочет, чтобы папа вернулся, но он не понимает этого и не хочет вернуться. Как вот мне его убедить, что надо помочь своей дочери? Сколько лет вашей дочери сейчас? 17. 17 лет. Совсем взрослая уже. Да, взрослый человек, очень сложный возраст, когда ребенок знает, что он знает и умеет все, а родители ничего не знают и ничего не умеют. Тем более, даже, мы можем сказать, такой авторитеты нет в оправдании, нет в глазах у ребенка, что вот мама не удержала там папу и там подобное. Но вы знаете, церковь, она сильна тем, той таинственной жизнью, которая в ней происходит очень активно. И вокруг которой происходит вообще вся жизнь церкви, но православный человек знает, что и мировая активность. Мне кажется, вот, дорогая телезрительница, вы более внимательно отнеситесь именно к своему духовному миру, именно к церковной своей жизни, к участию в таинствах, в исповеди. Вот все это очень важный такой момент. И Господь вам подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Как отвратить вашу дочь от этого страшного зла и, ну, я не знаю, вернуть или не вернуть отца, но, скажем так, как восполнить его утрату. Да, на самом деле, вот эта ситуация, о которой вот сейчас сказала наша телезрительница, она типична для очень многих семей, когда родители, дети все равно ищут своего отца. Нужен отец все равно. Да, нужен отец, это обязательно. Но я хотел бы ко всем уже обратиться. Не запускайте ситуацию. Обратитесь к церкви раньше, чем у вас будут какие-то, ну, разлады в семье, когда вас бес начнет, в общем-то, искушать. Спасибо большое, отец Игорь. Спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам на программу. Спасибо. Пришло время подвести итоги интерактивного опроса. Его результаты вы видите на ваших экранах. 53 наших телезрителей считают, что главный в семье – это тот, кто ее обеспечивает материально. И большинство, 516, считают, что главный тот, кто создает в ней духовную атмосферу. Я присоединяюсь к нашим телезрителям, которых большинство. Наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Храни вас Господь.